Самая обсуждаемая тема недели – коронавирусная инфекция. РЖД отменили ряд рейсов в разные страны. Обо всем подробнее прямо сейчас. Это итоги недели. С вами Лилия Сумарокова. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Особое внимание необходимо уделять мероприятиям противоэпидемического характера на крупных узлах, участках высокоскоростного движения. Профилактическая работа РЖД усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса. Предлагается установить круглогодичный срок действия льгот для студентов и школьников. Пригородное сообщение. Как изменится этот сегмент перевозок в ближайшее время? В этом году действительно перед нами стоят большие задачи, и в том числе по МЦД-4. Большие планы. В Подмосковье открыли две новые станции еще одного центрального диаметра. А также... Я отбирала то, что ребята рассказали, то, что мне нравилось. Книга о магистрали. Необычный путеводитель по самой длинной железной дороге в мире. Селекторное совещание в головном офисе РЖД началось с темы коронавирусной инфекции. Генеральный директор компании Олег Белозеров рассказал, что в холдинге установлен режим повышенной готовности. Он попросил коллег минимизировать количество совещаний и по возможности проводить их, как и переговоры с зарубежными партнерами, в режиме видеоконференции. Среди других предупредительных мер приостановлено движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, КНДР, Монголией, Чехией, Германией, Францией, Польшей. А 17 марта аналогичные меры примут и в отношении Латвии, Молдавии и Украины. Также решено временно ограничить командировки железнодорожников за рубеж. По распоряжению генерального директора РЖД создается специальный штаб, который позволит повысить взаимодействие между кадровой и медицинской службами холдинга, обобщать информацию о заболевших, чтобы не допустить дефицита кадров на отдельных участках работы. Обращаю внимание на необходимость неукоснительно выполнять распоряжение правительства, постановление и регламенты Роспотребнадзора. Особое внимание необходимо уделять мероприятиям противоэпидемического характера на крупных узлах, участках высокоскоростного движения, в Московском Центральном Кольце, объектах, задействованных в международных пассажирских сообщениях. Согласно распоряжению генерального директора РЖД Олега Белозерова, работы по предупреждению коронавируса идут на всех крупных вокзалах. Одна из мер профилактики – информирование пассажиров. Внимание, уважаемые пассажиры! При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью. Избегайте близкого контакта с людьми, имеющих признаки инфекционного заболевания. Кроме того, все помещения вокзалов несколько раз в день подвергаются специальной обработке. С помощью дезинфицирующих средств сотрудники, которые непосредственно контактируют с пассажирами, обеспечены индивидуальными средствами защиты – масками, перчатками и антисептиком. Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами заболевания. Если кто-то из пассажиров себя почувствует плохо, мы обращаемся в медкомнату, вызываем медперсонал или проводим сами до медкомнаты. В зависимости от состояния пассажира, они принимают решение или сами оказывают помощь, или вызывают скорую помощь. Теперь решение об отмене рейсов, а также об их возвращении принимает оперативный штаб. Эта информация прозвучала на слушаниях в общественной палате, посвященных развитию пригородного сообщения. Участники встречи внесли свои предложения по его совершенствованию. Об изменениях, которые в ближайшее время могут произойти в этой сфере Алексей Васюков. Вопросы пригородного сообщения в общественной палате последний раз обсуждали 4 года назад. Своевременные предложения тогда дали хорошие результаты и заложили базу для роста. В 2019-м в пригородном сообщении было отправлено более 1 миллиарда пассажиров. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. И ориентир на сегодня удобства и качества для пассажиров. Например, для студентов есть особое предложение. В целях повышения доступности транспорта для молодежи предлагается установить круглогодичный срок действия льгот для студентов и школьников. Обеспечение софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации от расходов на компенсацию льготного проезда учащихся и студентов. Данное решение позволит обеспечить поддержку семей с детьми и будут соответствовать посланию президента Российской Федерации. Еще одно предложение касаемо льготников – оформление для них проездных документов на пригородный железнодорожный транспорт с использованием технологии распределенных реестров. Проект пока пилотный, за него взялись Московская Тверская и Северо-Западная ППК. Пассажир обращается в билетную кассу за произведенным документом. Мы идентифицируем пассажира, затем отправляем данные в информационную систему. После проверки Пенсионным фондом России данных о праве на льготу мы получаем от них подтверждение и оформляем билет. В настоящее время уже проведены первые тестовые транзакции, которые прошли успешно и попали в общую базу, видны всем участникам проекта. Наслушать их в общественной палате предложили также, например, предусматривать интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду при разработке генеральных планов и схем территориального развития. Подумать над механизмами участия регионов в финансировании строительства железнодорожной инфраструктуры. Кратно увеличить административную ответственность граждан за проход по путям в неустановленном месте. Всего было вынесено порядка 20 рекомендаций. Их направят на рассмотрение в профильные министерства и ведомства, а также в Государственную Думу и правительство России. Алексей Бусюков, Дина Власкина, Виктор Воронин, РЖДТВ, Москва. Примером активной интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду является столичный регион. В частности, проект московских центральных диаметров. На неделе были открыты сразу две новые станции будущего МЦД-4. Работу принимали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. Одна из станций «Победа» находилась на реконструкции, вторая – «Санина», была построена специально для МЦД-4. Подробности в сюжете Юрия Костина. Работы на «Победе» начались в сентябре 2018 года. За это время создали остановочный пункт двумя платформами. Каждая из них оборудована навесами для защиты пассажиров от солнца и осадков. Для прохода к поездам построили не просто переход, а современный конкорс. Общая площадь нового остановочного пункта составила 2500 квадратных метров. И это в 10 раз больше, чем до реконструкции. По прогнозам специалистов, ежедневно остановкой «Победа» будут пользоваться 1500 человек. В этом году действительно перед нами стоят большие задачи, и в том числе по МЦД-4. А работы развернуты полностью. Вот мы видим сейчас, это уже подготовка к укладке третьего и четвертого пути. Практически по всем остановочным пунктам также развернуты строительно-монтажные работы. Документация утверждена, все идет в графике. В результате реконструкции из платформы «Победа» переросла в мини-вокзал. Теперь пассажирам доступны все сервисы крупного транспортно-пересадочного узла. На пристанционной территории в ближайшее время организуют пересадку на маршруты наземного городского пассажирского транспорта. А для личного автотранспорта оборудуют перехватывающие парковки. Киевское направление будет включено в один из следующих проектов МЦД. МЦД-4 – это Киевско-Горьковское направление. Здесь большие масштабные работы строительства третьего и четвертого пути. Новые станции Аминевская, Минское соединение Смоленского направления железной дороги и Киевского, которое даст такую синергию этих двух направлений. Реконструкция остановочного пункта «Победа» позволила улучшить транспортное обслуживание жителей не только подмосковной Апрелевки, поселка Марушкинская, который относится к Москве, но и ближайших СНТ. Теперь жители этой местности смогут экономить порядка 35 минут на дорогу. Спасибо РЖД. У нас проект МЦД развивается. И Лобни, Одинцово, Подольск уже ощутили преимущество этого современного сообщения. Вот мы идем дальше. Можно увидеть, что пути строятся дополнительные. Работы по строительству Санина также начались полтора года назад. Пока здесь только одна платформа. Вторая появится в 2022 году после строительства третьего и четвертого главных путей Киевского направления. В будущем они составят инфраструктуру МЦД «Киевско-Горьковский». Запустить четвертый диаметр планируют до конца 2024 года. Юрий Костин, Жанна Мясникова, Юрий Ларионов, РЖД-ТВ, Москва. Московским центральным диаметром еще только предстоит занять свое место в истории. Зато о таких магистралях, как Транссиб, слагают легенды, снимают фильмы и пишут книги. Еще об одном издании, совершенно не похожем на остальные. Специальный репортаж Павла Кудряшкина. Учебник истории, путеводитель или заметки путешественника. Сходу назвать жанр этой книги не так-то просто. «Транссиб. Поезд отправляется» — это 80 страниц богато иллюстрированных историй о жизни городов и сел, расположенных вдоль Транссибирской магистрали. Но в первую очередь это возможность узнать родную страну, не выходя из дома. Начиная работу над книгой, Александра Литвина и Аня Десницкая столкнулись с амбициозной задачей — заглянуть во все уголки бескрайней России. Для этого они обратились за помощью к пользователям соцсетей и попросили их поделиться своими историями. На просьбу откликнулись сотни человек. Их рассказы легли в основу книги. Ее героями стали 76 человек. Большинство не старше 16 лет. Я отбирала то, что ребята рассказали, то, что мне нравилось. Я искала разные краеведческие источники об истории этого города. Потому что, конечно, об истории у многих ребят представления очень такие смутные пока еще. Письма с рассказами ребята подкрепили фотографиями, на основе которых художница Аня Десницкая создавала иллюстрации. Особое внимание она уделила знаковым архитектурным сооружениям и пейзажам. История из поселка Золари в Иркутской области — любимая у художницы. Но необходимых фото не нашлось. Я очень тщательно подошла к поискам. Я написала ВКонтакте во все золоринские сообщества. Еще я пошла на сайт свадебных фотографов России. Нашла двух, которые работают в золорях. И опять нет ответа. И когда я совсем отчаялась, я нашла статью в газете «Сельская ночь» золоринского района о том, что одна золоринка открыла у себя дома фотостудию. Причем статья за 12-й год. То есть старая статья. И был номером телефона. Таким образом и удалось получить фотографии для иллюстраций. Теперь каждый может не только прочитать, но и, можно сказать, совершить невероятное путешествие. Вся страна как на ладони, на страницах одной книги. И по стилю рисовки, и по стилю изложения, конечно, основная предполагаемая аудитория — это средний школьный возраст. Ну, в наше время, как мы знаем, те же самые комиксы или книги про Гарри Поттера, они вроде как предполагаются для детей, но их охотно читают вполне себе взрослые люди. Яркие рисунки и доступный язык привлекут читателей самых разных возрастов. Для малышей здесь найдутся загадки и игры с поиском предметов. Они очень умные и любят детей. И радуются очень, когда их выводят на улицу, особенно в снег. С такой собакой ни за что не замерзнешь. Лиза, 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 иди сюда. Финская ольчарка Лиза — любимица местной детворы. Ее хозяйка — пятиклашка Нагорская, которая живет как раз в тех самых Золарях. О работе над книгой девочка узнала от бабушки Галины Николаевны, заведующей отделом районного краеведческого музея. Несколько лет тому назад к нам в Золари приезжала экспедиция Академии наук из города Москва «Лингвисты». Мы с ними очень подружились, у нас завязалась переписка. Вот однажды в одном из писем Скорвид Сергей Сергеевич, доктор филологических наук, отправил нам приглашение от издательства «Самокат». В книге Аня рассказала о своих увлечениях. Работает в музее, лепит из глины, но больше всего она любит готовить. Ее коронное блюдо — татарский пирог «Белиш» с курицей, картофелем и луком. Рядом мама и бабушка. В ногах кошка в ожидании угощения. Самое старое деревянное здание Читы — это церковь Михаила Архангела. А самое красивое — это Шумовский дворец. Когда работа над книгой только началась, Настя Баранова училась на детской железной дороге. За три года девочка освоила несколько профессий — от диктора до дежурного по станции. Но мечтает она стать проводником, помогать другим, самой посмотреть Россию и увидеть Транссиб. Но в книге она рассказала о родной Чите. Я люблю свой город, потому что он солнечный, здесь дружелюбные люди, а также здесь красивые здания, у них интересная архитектура. Советы прогуляться по набережным. Там можно камни в море кидать, на фонтан смотреть. В разгар зимы камни в море не покидаешь. Зато можно любоваться видом на залив и дразнить чаек. В руках у Феди Никифорова его любимое лакомство — пинце с мясом и шоколад с морской капустой. Я люблю свой город, потому что здесь тепло, здесь рядом море, здесь можно купаться, заниматься на яхтах. Я люблю почесальствовать, я хочу посетить Токио, Францию, Италию, Париж. Частично я помогала Феде, он отвечал с моей помощью, на какие-то он отвечал сам. Мы ходили, что-то дополнительно делали, фотографировали. Было очень интересно, прям такой интересный опыт принятия в этом проекте участия. Каждый герой книги, а точнее ее соавтор, уже получил свой экземпляр. Для них приключения на Транссибирской магистрали только начинаются. Продолжат путешествие и авторы. Впереди участие в фестивалях России и Европы. А совсем скоро книга появится не только на полках магазинов, но и в поездах РЖД. Павел Кудряшкин, Виктор Копров, Виктор Воронин, Игорь Пиханов, Сергей Ткаченко, Евгений Корниенко, РЖД-ТВ, Иркутская область, Чита, Владивосток, Москва. Одна из характерных черт железнодорожников – умение держать свое слово. Например, преподаватель железнодорожного техникума Сергей Мухлынин из Екатеринбурга спустя много лет сумел довольно неожиданным способом увековечить имя своей мамы. О том, что ему для этого пришлось сделать Жанна Мясникова. Добавить к своему отчеству имя мамы Сергей хотел еще с подросткового возраста. Он считал несправедливым упоминать лишь одного из родителей. Сергей часто разговаривал с ней о такой несправедливости и говорил, что хочет взять и матчество. Мама не возражала. И то ли в шутку, то ли всерьез сказала – ну возьми, если сумеешь. Переломный момент наступил в 45 лет. Вот 45, родителей похоронил. Вот ты уже большой взрослый дядька. Что ж ты достиг? Ну вот, кризис среднего возраста практически. Ну и как-то выплыл на эту тему, что когда-то матери обещал, а не сделал. Обратился в систему ЗАГСа. Сначала в одном у меня, говорит, этот не наш уровень. В районном виде в городской, в городском, в городском. Ты сейчас сначала паспорт поменяй. Ну, сложности такие мелкие, такие бюрократические сложности были. Ну, в конце концов, приняли заявление. Сергей Вера Викторович преподает ОБЖ в Уральском железнодорожном техникуме уже много лет. Коллегам его имя-отчество уже не кажется необычным. Все давно привыкли и с большим уважением относятся к его выбору. А вот студенты-первокурсники первое время находятся в недоумении. В первую очередь, когда он представился, я думал, Вера Викторович, кто, почему, почему Вера Викторович. Я вообще хотел ему задаться этим вопросом, но учеба отвлекала меня. Я, если честно, об этом не знал, что можно отчество своему отчеству как-то присвоить. И поэтому я как бы был в шоке чуть-чуть. Общество, конечно же, сразу разделилось. Кто-то категорически против и считает, что патриархальные ценности под угрозой. Кто-то искренне поддерживает таких людей и не видит в мачестве чего-то экстраординарного. Специалисты тоже считают, что повода для паники нет. Это люди, которые, по-моему, не боятся быть другими. И это, на самом деле, неплохо, а скорее хорошо, потому что они делают то, что считают себе, ну, как сказать, есть такое слово, конгруентным из математики. Я думаю, что, конечно, чем больше таких людей будет, тем больше мы будем к этому привыкать. Тем более, что, ну, как бы формально в этом нет никакого ущерба, да, которое общество могло бы из-за этого потерпеть. То есть не наносится никакой ущерба значимым каким-то ценностям. Конституция России гарантирует равные права и мужчинам, и женщинам. Поэтому, следуя логике, родители могут присваивать своим детям как отчество, так и мачество. Но, согласно семейному кодексу, допускается регистрация только отчества, образованного от имени отца или любого другого мужского имени. Чаще всего меняют люди фамилию. Ну, это объективно, женились, развелись, просто решили поменять фамилию по своим внутренним убеждениям. В отношении отчества это, конечно, единичные случаи. И я считаю, что это правильно, поскольку не должно входить, в принципе, в систему, когда люди меняют устоявшиеся устои, которые приняты в нашей стране. Но история Сергея Мухлынина показывает, что при большом желании можно поменять данные в паспорте. Главное, делать это в рамках закона. Тем более, здесь он, как правило, идет навстречу. Жанна Номеснякова, Евгений Кузнецов, Юрий Ларионов, РЖДТВ, Москва. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. Встречаем новые будни, о главном расскажем в эфире РЖДТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова